всем здорово сегодняшний авто ништяки по многочисленным просьбам будут состоять в основном из простых товаров поехали итак первый лот это серьезный держатель для смартфона который крепится на панель под лобовое стекло уверен штука полезная заинтересует многих лично мне такой держатель нужен комплекте запасной двухсторонний скотч на панель крепится как вы уже поняли за счет жесткого прилипания и фишка это еще умеет вращаться или болтаться умеет вот так вращаться держатель для кабеля зарядки рога эти полностью резиновые выглядит все прикольно единственное что мне не нравится это вот этот люфт я на очень надеюсь что вот здесь есть болтик которым можно подтянуть вот этот люфт болтик тут есть затягивать уже дальше некуда остается только подложить что-нибудь немного супер клея и пару кусочков стерки и это просто идеальный держатель китайцы не дают расслабиться и иногда приходится кое-что доделывать но вот теперь все работает как надо ну и в итоге все это безобразие выглядит примерно вот так вот просто не могу промолчать и чтобы мне и спалось спокойнее я просто обязан сообщить что спонсором этого видео является очень позитивный канал о товарах из китая под названием обзор терапия автор капитальный красавчик часто выпускает видосы штампует обзоры товаров на разные тематики причем делает это с хорошим настроением которое передается и зрителю видосы его смотреть приятно так что рекомендую заглянуть в описании под этим видео и конечно же подписаться на канал обзор терапия давай второй лот это очередной держатель смартфона но зацепом уже на зеркало возможно такой вариант кому-то будет роднее состоит эта штуковина из нифига он массивный возможно кто-то и такое ищет себе обязательно запихнем это в машину посмотрим как это выглядит внешне все детали подпружинены что касается прочности и люфта то его тут нет удивительно redmi note 5 есть еще запас ну в принципе имеет право на жизнь такое крепление посмотрим как это все выглядит в машине в третью лоту ну давайте уже добьем тему держателей этот держатель уже на руль кто-то скажет что это небезопасно очень может быть но пощупать и показать это вам просто мой долг я к тому что покупать вот такого подобного рода вещи я никого не призываю просто показываю что такие вещи существуют в природе и такой держатель который вы видели на картинках не успел подъехать к этому обзору поэтому мы заценим следующую фиговину если кто не знал легкие наркотики китайцы теперь присылают вот так и наверняка все уже догадались это органайзер на солнцезащитный козырек так и должно быть интересно наверно клей просто вышел из берегов и здесь его быть не должно сейчас вот все подсохнет и будет нормально короче сделано это все из кожи молодого дермантина четыре закладки под карты разъем для ручки держатель очков и вот здесь лучше вообще ничего не хранить ну во всяком случае теперь вы знаете как это выглядит в живую ну это регистратор philips всемирно известный бренд модель cvr 108s преимущество конкретно этой модели в первую очередь в ее компактности на коробке написано что пишет он видео в формате full hd разрешением 30 кадров в секунду угол обзора 30 градусов и экран у него как в кинотеатре для дюймовочки диагональ его всего один дюйм рабочее напряжение 1224 вольт рабочая температура от минус 20 до плюс 70 градусов в комплекте сам регистратор на первой секунде визуального знакомства проскакивает мысль что открыл коробку с наручными часами но это не так самоклеящийся держатель регистратора на лобовое стекло провод питания втыкается именно в него есть поворотный механизм на шарнире зажимной винт затягивается все это уверенно люфта нет в принципе выглядит надежно регистратор на быстросъемном креплении это пригодится для того кто любит снимать такие вещи и уносить домой на ночь инструкция в стиле карта сокровищ есть полезная информация можно потратить пару минут на изучение запасной двусторонний скотч длинный кабель в прикуриватель с интерфейсом micro usb на вид все в общем то неплохо по бокам кнопки управления слот под micro sd карту меню регистратора очень простое и да есть один момент после включения все будет на китайском языке но это не проблема по меню листаем кнопками пока не найдем вот эти китайские буквы в этом пункте меню и можно изменить китайский на английский в этом регистраторе есть датчик удара он же g-сенсор можно настроить длительность записи время на штампе короче все тут элементарно и минималистично как и в обычных других регистраторов как оказалось видео он пишет довольно неплохо номера попутных автомобилей читаются отлично даже у встречных можно кое-что разглядеть первый косяк который бросается в глаза точнее бросается в уши это вот это звуковое дребезжание звук записывает кстати неплохо сегодня он стоит в пределах 5000 рублей в которых слово philips наверняка оценено наверное в одну ну или может быть даже в 2000 рублей а так в принципе регистратор неплохой а это я сегодня в магните простую вонючку на зеркало купил hd камера xiaomi 70 мая еще хорошую камеру заднего вида на эту камеру очередные большие надежды но на ее конце нестандартный разъем придется поработать паяльником и есть небольшой нюанс сигнал этой камеры не аналоговый а цифровой так что кто думал купить себе такую имейте это в виду в комплекте два самореза для крепления камера и длинный кабель подключения к какому-то головному устройству с которым может работать эта камера качество исполнения вообще никаких претензий нет все таки производство контролирует xiaomi разрешение этой камеры 720p угол обзора 138 градусов и она водонепроницаемая со степенью защиты ipx 7 попробую подключить к двум зеркалам из прошлых обзоров а вдруг она заработает начнем тесты с самого доступного по цене зеркала видеорегистратора с камерой заднего вида подключение камеру него аналогичная но камера который идет в комплекте по качеству не очень давайте сначала посмотрим с обычной камера из комплекта вот с этим тяжелым кубиком ну а теперь попробуем камеру xiaomi ну да явно видно что картинка здесь действительно лучше и угол обзора здесь тоже больше не знаю насколько четко было видно вам но разница очевидна камера это действительно неплохая брал я ее для своей будущей магнитолы которая уже приехала и которую я буду ставить и меня больше всего волнует если вот здесь чекануть и подключить обычный тюльпан будет ли она работать с магнитолой на андроиде но почитав немного в интернете информации есть люди которые пугают и говорят что если сюда подключить обычный rsa тюльпан то работать эта камера не будет потому что сигнал у нее цифровой прямо сейчас я это делать не буду а вот когда будет обзор на магнитолу для hyundai creta на 10 дюймов тогда мы и чеканем эту камеру если кто-то из моих подписчиков знает как это правильно подсоединить буду благодарен за информацию в комментариях и лично для своего автомобиля сейчас у меня hyundai creta взял ради интереса вот такие philips цветовая температура 3 700 надеюсь что эти лампы будут получше чем заводские стандартные якобы в подарок еще две лампы в 5 в моем случае подойдет для подсветки заднего номера скорее всего у нас в автомобильных магазинах такие лампы продаются скорее всего за такую же цену даже может быть и дешевле я честно говоря не знаю потому что эти лампы пришли мне в подарок есть голограммка на которой написано что это оригинал есть еще какая-то акцизная марка philips пластиковая калитка заклеена кругляшками продавца есть разные цоколи главное не схватиться за стекло а то такая лампа проработает недолго офигеть как плотно она сидит там 3 700 нормальный белый свет возможно скорее всего даже с желтизной с небольшой и конечно же я взял еще мега дичь осрам тут даже акцизная марка сводки цветовая температура 5000 к честно говоря никогда такого типа лампы я не ставил галогеновые просто спортивный интерес и мне интересно какой же получится свет короче говоря это все личные эксперименты о которых я просто делюсь с вами вот пара примеров фото и видео того что получилось ну и как оказалось лампы осрам они практически оправдывают свое название и в таком вот жестком синим облике свет от них просто ужасный я бы даже сказал что свет не синий не белый он какой-то серый и светят эти лампы значительно хуже штатных а вот к лампам от philips у меня только положительные эмоции и цветовая температура 3700 на мой взгляд это самое оптимальное для галогеновых ламп в линзовую оптику свет приятный стал немного белее и стал немного ярче вот такая простенькая серия получилась в этот раз но впереди еще очень много интересного всем добра увидимся и пока-пока а